Прочитать всю Евангелие, прочитать весь Новый Завет, а потом, может, прочитать всю Библию, а потом читать ее постоянно, как ясно в Турбизме. Удвигающий человек, она должна быть на столе, настольная книга, и ей пользуется, и руководствости. Вот, мы в опасном путешествии, посылает нас Господь. У нас есть компас, у нас есть ангел-хранитель, у нас есть Слово Божие, которое нас оберегает и сохраняет, и помогает во всех делах наших. Нет, мы его не возьмем, я у них спрашиваю, опять такой же вопрос, мы же все слушали, я у них спрашиваю, ну кто взял на две недельки-то с собой Слово Божие? Я молитва с этого Слово взяла. Я не про меня там Слово Божие говорю, я говорю, про Слово Божие. Я говорю, ну давайте о другом поговорим. Сегодня был завтрак у вас? Был. Радостные такие, потому что вкусно кормили это, видать. Был вкусный. Я говорю, и на обед? А, нет, никто не пропустил? Никто. Я говорю, на обед пойдете? Пойдем. Или ужин не забудем? Нет, а как? Я говорю, вот видите, как оболочку-то мы свою любим. Любим. Греем, питаем. А душу на две недельки вы приехали? Никто с собой Слово Божие накормить не подумал. А верующие передо мной все, верующие православные. Так вот, почему сектанты ходят и говорят о Христе, а православные спят беспробудным словом. И все сами такие верующие. Да, но сегодня двое людей пришли, вроде, в конце, в конце, двое. Как проповедь все равно не приходит. Как ты проповедуешь, они вспоминают Бога и Бога. Но проповедь, она же все равно кого-то уже... Семя все равно падает. Кого-то сердце затронет. Да, семя все равно упадет. А вовремя надо, как приступить. А мы не доробимся. Я ей же говорю, но это не важно. Сейчас самое главное, куда сердце направлено. На что? На спасение? Или все-таки прилипляется этот человек еще к этому веру? А если уже ко спасению, Бог приведет. И даже знания, которые мы еще не получим, думаем, что мы не получили. Да, исцелить нас может только Христа, если мы этого хотим. Если мы хотим исправляться сами, а если мы противимся Богу, гордость нашим мешает. Я же про Слово Божие говорю. Если была бы память, можно было бы нести это Слово. Как это было? Это писание, это там-то взято, это там-то взято. И тогда людям понятно. Скажем, если вот эти сектанты, они день и носят с этой книжки, они уже вызовы, потому что память у них есть. А когда вот не было, они там не все могут. Не надо конспект делать, начинающим, только так. А я вам рассказывала уже, смотрите. Вот когда человек писал, да, я очень много писал, у меня столько, чтобы это все запомнить, я писала. Первое время пишет человек, я писала очень много, у меня переписывают, это все переписывают. Тогда оно у меня уже отгладывается в голове, потому что я пишу, я пишу. И опять читаю, опять пишу. Повторение мать ученика. И оно у меня отгладывается, уже ты просыпаешься с этими мыслями, уже встаешь, засыпаешь, и у тебя вот эти мысли. Помните, сестры, я вам рассказала, сестра пришла, она была крещена в детстве православие, потом ушла до пятидесятника. Много десятков лет там была. Но возвращалась, посмотрела, что говорят одно, делай другое. И она оттуда уходит. Уходит снова в православие. Там, когда повела она в пятидесятников, она с удовольствием, с большим удовольствием читала, изучала писание. Легко было. Легко было. Ну, никаких препятствий. Только перешла в православие. На нее посыпались хорошие искушения. И человек забрасывал сразу в Писание. Понимаете, сутька? Дьявол, когда идет человек ко спасению, он будет все козни вам строить. Он вам сразу обретит, зачем тебе знать Писание теперь? Потому что ты будешь знать истину, истина тебя спасет, истина тебя очистит, сердце твое. И зачем это тебе надо? Ну-ка давай, перекрещай, тебе же никуда. Сразу времени человек не находит. Лень, лень, давай, давай. Суета, суета, суета. А сейчас человек уйти, только обратно. Опять из церкви. И опять начнет спокойно, опять изучая. То есть мы должны понять, что мы в борьбе находимся. Борьба, каждодневная борьба. И в истине, что в спасении находимся, в церкви. Раз борьба идет, значит это правильно. Без борьбы, без борьбы, без борьбы, ни спасения не будет. Легкого пути в Царство Небесное ни один не зайдет. С легким путем. Да, и вот они же учатся, ты отцы. Если мы уже несем крест, мы говорим на крест, значит это какие-то скоби. Правильно нас оскорбили или неправильно. Они говорят, если мы это не принимаем, возмущаемся, значит мы свое спасение отмечаем. Смирись, как смирился сам Господь. Его и плевали, и все, он смирился. И нам научиться принимать, как мед, они как пить, человеческие вас ругают, как мед выпить, как живую воду. То есть вот мы должны научиться вот этому смирению, терпению, любви. Не гневаться ни на кого, не раздражаться. Есть у нас вот это, значит мы уже, это весовское на нас есть воздействие. Я думаю, сейчас сижу, думаю, раздражение, гнев, обиды, я согласен мне сейчас с тобой. Но бытовая привязка в семье, ну вот простой пример. Пошел, можешь копать тиразин. Знаешь, эта грядка у меня под цветы, под мои любимые лилии. Я их два года вылякивала, спасала, чтобы эту фитофтуру убрать с них. В этом году, наконец, начали цистить. Не все сорта спасла. Он берет лопату, копает, где мои лилии, и дальше все перекапывала. Как я в окно посмотрела. И надо было видеть меня, какая я вылетела. Какой гнев, да? Я, ты, ну, какого спасения, о чем? Какой гнев? Я когда-то увидала, во-первых, до вечера сначала у меня пропала. Вот покрещение Божие. Потом, знаете, смотрю на дебу и говорю, ты знаешь, кто? Ты самый настоящий фашист. Видя, каким трудом даются мне эти спасения, этих лилий. Дура я, была на ярмарке, 500 рублей луковица стоит. Пожалела денег, не купила. Думаю, у меня там есть. Куплю не одну по 500, раз тебе по 200, они не в угоду. Сопоталось, и теперь тоже там перевернула верх корнями в землю. Это все. Вот надо было бы сдержаться, но походу сдержаться. Ну где? Смотри. Может, Господь другая что-то хочет тебе сказать? Ну, ты подумай еще на другую тему. Ну, смотри. Может, ты действительно много времени занимаешься тем, что тебя отвлекает от спасения? Может, тебе как-то маленько что-то времени посвятить чему-то другому? Да. А может, ты там засуетилась, в этих цветах, в этом прекрасном? Конечно, никто не говорит, что это не прекрасно. Но, понимаешь, это тебя отводит, сатана может, вот этим занятием от спасения. А Бог, вот понимаешь, мужа послал, ну-ка перекопай и там все, чтобы эти цветы перестали расти. Не случайно. Ну, может быть такое. Может. Об этом тоже надо подумать? Верующий человек верит, да. Верующий человек нет. Хорошая мысль, я так не подумала. А я тоже говорю, что верующий человек понимает, что нет, у Бога нет случайностей. И у верующего человека нет случайностей. А то, конечно, вылетело как-то без спортивных. Да, было без травы, разъемовалась, там летела по климам. Да, если бы у тебя еще силы было, ты бы этой лопатой отрубасил бы ты сразу, и тут бы и похоронила сразу. Все. Он сначала расстелился, потом видит. Да, конечно. Это что-то, теперь чипал человек. Смотрит на меня, и походу, да я-то хотел, как, я бы, как хотел. Ты видела, как ты с этими водорами таскалась. Он хотел, это промость. Ну-ка, вот же сестра правильно говорит, это промость может. Сколько он этим говорит нам? Нам говорит. Те, только мы не понимаем, что это делаешь. Не, Господь до нас, до нас хочет как-то. Верующий, прежде всего верующему хочет сказать что-то. Он попускает это верующим. Неверующие, они не поймут это, что это промоцл Божий. Они должны... Любые варианты надо просматривать. И не только это тебе сказали. Я просто говорю, вот что у меня сейчас на сердце Господь положил, я тебе это сказал. А может что-то другое Господь что-то хочет сказать. Я не знаю. Надо просить опять в молитве у Бога. Промоцл Божий. Стоять и просить, да, сестра, ну и... А мне, Боженька, клеща посылал. Вот. Да, я целый день, целый день просидела под ямлони, полола, полола, полола. Внук у меня гостил. А домой переодевалась, когда мы домой пошли с ногом, поехали. Я не заметила, что у меня тут что-то есть. Ну, так, мельком, видела красненькое что-то, и все. Стала уже в первом часу раздеваться, спать ложиться. А он уже в пьюши. А он уже впился, а он уже там впился. И главное, что он ищет же, где мягонько, а где вот сюда впился, в плечо. Вот сюда, чтобы я быстрее его видела. Ну, все хорошо? Нормально. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! А почему это прошло? И будут какие-то последствия? Думаю, что благодаря Богу. Конечно. А сейчас путь попустит, так будет. Поэтому надо за все благодарить Бога. За все. Да. Ну, вот закончу. Это слова описания. Давайте, смотрите, 7 Евангелий от Матфея, 7 глава, 13 стих. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущих погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущих в жизнь, и немногие находят их. Вам Господь открылся, вам Господь этот путь показал. Сам Христос Иоанн Иераряна 14,6. Иисус сказал им, я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вот этот путь и истины, жизнь нам все это открыл, показал. И идем этим по следам, крывалом Иисуса Христа. Не смотрим ни вправо, ни влево. Как Петр посмотрел в сторону и стал тому. А мы должны прямо смотреть на Христа, на Слово Его, и сверять всю свою жизнь. Зачаще на крест. Да, на крест, на там стороне, и смотреть на Христа, на Слово Божие, которое нам помогает во всей нашей жизни. Постуках, словах, мыслях, вот этих перекопки, перекапки, там, вот что. Все будет, все, что нас уже раздражает, значит, это мы должны... Мне Господь. ...беряться, да. Мы должны свое раздражение и гнев победить. Победить. Как к любовью ближнему. Вот, как-то... Ну, я потом, конечно, угомонилась. И совсем все обрабатывается. Зашла домой, стала говорить и думаю, Господи, ну, я и не подумала, что там доброе сел. Видите, что Господь Бог вот так, ну, попустил. А я подумала, так, получаю я пенсию. По времени я еще не опоздала. Куплю я эти ливии, а если сейчас не получится, я куплю еще их весной. Я посажу. Как это мой цветок? Да у меня его переломы. Я перевернула, да? Все равно свое. А то, что вот действительно Богу попущено, то мы и даже мыслить. Да, да, все попускается. Я уже даже вот самая малейшая от своих дырных я принимаю. По обращениям позже. Выдешь? Ну, что, мы поблагодарим, и все. Сейчас поблагодарим, и все. Давайте погонимся. А, что, ты болел там? Нет, нет, все. Блин, ну, не выйдет, не выйдет, не надо. Все, поблагодарим, да? Садись. Достойно и святого истину, Разлетит я Богородицу. Пресно-блаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херуви И славнейшую без сравнения Серафим Безысления Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тебе и Чаре Слава Твой Сыну и Святому Духу и ныне признает Благодарим, и Бог помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови нас, Господи, на предстоящей неделю. Прости наше предвешение, которое мы совершаем перед Тобой. Очищай наши сердца милостью и благодаря Твоей. Дай нам слушать и слышать Твой голос, исполняя заповедник. Дай нам много творить добрых дел и нести живое Твое Слово, не стыдиться. Пусть эти добрые дела прославят имя Твое Святое. На нашем пути добрый ангел сохранит от всякого зла. Спаси и сохрани, Господи, всех пролгающихся, примененных, угнетенных, на лодрые болезни лежащих, братьев наших страдающих за сходы, за бит, неверующих обрати, спаси и сохрани, Господи, болящих. Говорите, кому он болящий. Елена, 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 также болящая Людмила, болящая Александра. Болящая Лиза, Надежда, Болящая. Спаси и сохрани, Господи, и дай им исцеление души и тела, чтобы это привело ко спасению каждого души. Не как мы хотим по своей воле, но как Ты знаешь, ибо будет воля Твоя во всем. На предстоящем деле потрудиться во славу Твою, поступать по заповедям. Прости, не быть соблазном для ближнего. Дай нам бодрости духа во всех делах, поступках, словах. Спаси и сохрани по великой Твоей милости. И если будет воля Твоя, обрести нам помещение для занятий, чтобы мы садились у нас Твои. И имя Твое прославляем. Дай желание нашим братьям и сестрам садиться у нас Твои, чтобы нас было больше, чтобы слово Твое было в сердцах каждого из нас верующего, чтобы этим и руководствовались всем священным писаниям в своей жизни. Спаси и сохрани нас всех. По великой Твоей милости мы же все Тебе слава даем. Отцу и Сыну, и Святой Небуха. Аминь. Господи, Господи. Господи, Господи. Я тебя записываю. Спасибо. Спасибо.